В ювелирном мире активно применяются высокие технологии, но тем не менее это одна из немногих сфер, где по-прежнему большую часть процесса составляет ручной труд и до сих пор в цене натуральные драгоценные камни. Даже несмотря на то, что в лабораторных условиях можно воссоздать минерал любой каратности с любыми характеристиками. Очень много камней синтезированных сейчас на рынке. У них нет свойств, они же выращенные, они не лежали веками в природе. Они не питались, не собирали только самое лучшее. Камни же собирают самое лучшее, они мудрые от природы. У них есть свои какие-то определенные свойства, которые они несут людям. Камни рождены для того, чтобы помогать людям. У синтезированных камней, к сожалению, этого свойства нет. Натуральные камни, копившие веками энергию природы, делятся ею с человеком, помогая сохранить здоровье, приумножить капитал, достигать цели и быть счастливым в отношениях. Один из ювелирных трендов наших дней – украшение с участием редкого камня танзанита – минерала яркого василькового цвета. Коллекция танзанитов у нас очень интересная, уникальная. Есть как большие, так и маленькие танзаниты. Фаворит – комплект «Ночь Танзании». Он первое место на выставке занял. Джон Бэкс в Москве в 2019 году. Танзанит считается камень богатых людей. Он помогает людям приумножать свои состояния. Турмалин парайба – это камень, имеющий неоновый свет изнутри. Он действительно светится изнутри. Если в сумерках посмотреть, то можно увидеть этот свет. Вообще, крестьянин, который его нашел в окрестностях Параева, Бразилии, обратил внимание, что этот камень светится. Были сумерки, и ему вот увиделось это. Это было не так давно, в 1984 году этот камень был найден. Он сейчас самый дорогой, можно сказать, камень. Больше двух миллионов за карат он может стоить. Марганит. Этот камень был назван в честь Джона Моргана. Этот человек, он банкир, как все знают, он собирал коллекцию камней и потом передал ее в музей США. Коллекцию красивую, уникальную, большую коллекцию. В честь него назвали вот этот вот камень. Хочу показать вам самую крупную, самую большую коллекцию опалов в нашем регионе. Опалы разного цвета – белые, сиреневые. И еще у нас есть огненный опал. Опал – камень уникальный. На 30% он состоит из воды. Его рекомендуют хранить во влажной среде и протирать салфеткой. Обладателю украшения с опалом камень продлевает молодость. А еще этому минералу приписывают мистические и эзотерические свойства. Черный опал. Он в десятку самых редких камней входит. И 5% добычи опалов приходится именно на черный опал. Это самый уникальный, самый ценный и самый дорогой камень среди всех опалов. Камень магии он считается. Вот такое коктейльное кольцо. Тут белое золото 750-й пробы. Украшенное цаваритами, бриллиантами, россыпем. Очень красиво. И такой уникальный, водянистый, сиреневый, с желтым отливом опал. Вообще опал, его нужно рассматривать. Он играет. Цавариты – это камни любви. Да, зеленый гранат. Камень любви он считается. Куприн вот в своем рассказе «Гранатовый браслет» именно не о красном гранате писал, а о зеленом гранате. По-своему уникальны не только коллекционные украшения сложной ювелирной работы, но и сдержанные комплекты делового дресс-кода. Современные мастера уходят от стиля бабушкино золото, создавая эффектные дизайны, отвечающие сегодняшней моде.